Победа Красной Армии в Сталинградской битве 80 лет назад стала крупнейшим военно-политическим событием Второй мировой войны. И во многом определила ее исход. Новая выставка, которая открылась в музее Симбирско-Чувашская школа, квартира Яковлева, познакомят с фронтовым дневником ее участника, командира одной из танковых колонн, освобождавших Сталинград, Александра Завражнова. Александр Васильевич описывает неизвестные факты сражения, которые не вошли на страницы официальной истории. О некоторых из них рассказал сын фронтовика, ульяновский педагог Петр Александрович Завражнов. Они вышли совершенно в другую сторону и наткнулись на железнодорожный разъезд. А там как раз разгружался эшелон с итальянскими войсками. Итальянцы не ждали появления наших танков. Итальянцы, кто усцелел, сбежали в степь. Но недалеко. Где-то через несколько, на следующий день мы наткнулись на сарай. Ну, стараюсь, в степи стоит. Может, там сено летом хоронили, еще чего. Открываем, а там, говорит, замерзший итальянцы стоят, человек 200. Вот они как бежали с перепугу, забились в этот сарай. И там все остались. Фронтовой дневник Александра Васильевича Завражнова, а также фотографии из семейного альбома и личные вещи ветерана составили основы экспозиции. Они бережно сохраняются его сыном. На странице дневника зафиксированы ежедневные наблюдения воюющего солдата. Они соседствуют со схемами наступления возглавляемого им военного подразделения. Топографических карт не хватало. И когда войска перебрасывали для удара по немцам под Сталинградом, их разгружали в Камышине. И они своим входом где-то порядка 150 с лишним километров, вся эта масса войск двигалась по степям и прочее. Ну, чтобы противник не догадался и не видел, двигались небольшими группами, двигались, как правило, по ночам. Выставку дополнили экспонаты из фондов музея-заповедника «Родина Ленина». В частности, открытием является портфель, в котором хранилась военная документация 6-й германской армии. Окруженная немецкая группировка капитулировала 2 февраля 1943 года. В том числе генерал-фельдмаршал Фридрих Паулис и еще 24 генерала Вермахта. Если говорить про историю этого портфеля, то он долгое время находился у Николая Михайловича Лукина, участник Сталинградской битвы, человек, который принимал личное участие в пленении командования 6-го армии Паулиса. Это один из 12 портфелей, в которых находилась немецкая документация. Какие документы находились в данном портфеле, сейчас сложно сказать. Все документации еще в 1943 году были переданы начальнику фронта. А портфели, как правило, дарили тем, кто принимал участие в пленении штабных генералов. С 2010 года портфель находится в фондах Музея-заповедника Родина Ленина.